Эта тема всегда была актуальной. Мы к этому вопросу подходили неоднократно. И это понятно. Предприятий, влияющих на окружающую среду в Нижнекамске, достаточно. В этом году на выбросы уже поступило более 200 жалоб. Но статистика гласит, это меньше, чем было раньше. Количество выбрасываемых в воздух вредных веществ снизилось со 140 тысяч тонн в год до 62,5. Сейчас все силы направлены на модернизацию устаревшего оборудования. Только эти меры смогут помочь в решении проблемы. В 2020 году расходы предприятий на охрану окружающей среды составили более 3 миллиардов рублей. Самые дорогие элементы защиты природы – охрана воздуха и предотвращение изменений климата, а также сброс и очистка сточных вод. Качество воды – один из важных вопросов. По последним данным, в городе из семи родников только в двух было зафиксировано превышение солей. Сейчас планируют внедрить геоинформационную платформу экологического мониторинга. Активно решается вопрос по дождевым стокам. Модернизация – единственный выход закрыть проблему. Сейчас так называемые неорганизованные стоки, которые частично уходят на северную сторону и частично уходят на южную сторону города. Понятно, что в рамках одного проекта это точно не решить, то есть все семь оголовков свести в одни локальные частные сооружения. Поэтому однозначно будут несколько проектов. Сейчас ведется работа по северной части, ведется проектирование. Представители градообразующих предприятий выступили перед членами общественного совета с докладами. На каждом запланированы масштабные программы, направленные на улучшение экологической обстановки. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.